С днем рождения! С днем ангела, дорогие именинники! Вера, о которой мы так часто говорим, не есть убеждение ума в явлении существования тех или иных невидимых предметов. Вера есть благодатное приближение души к Богу. Истинная вера всегда жива и нередко чудотворна. Мы сегодня с радостью расскажем о человеке, чья вера была поистине животворящей и чудотворящей. Речь пойдет о святом Григории чудотворце, архиепископе Неокисарийском. Этот святой человек жил в соответствии со своим именем, поскольку Григорий означает бодрствующий, не спящий. И он, как воин на страже, действительно не дремал и не спал в этой жизни, но совершал священную службу, был епископом. Григорий родился в языческой семье. И с детства отличало его желание постичь истину, пытливость ума и желание обогатиться знаниями. Эта пытливость ума привела его в Александрию, где в то время блистал проповедями Ориген, пресвитер Александрийской церкви и учитель в училище для оглашенных. В этом училище Ориген проповедовал Евангелие, объяснял начало веры, толковал Писание, и там Григорий был его учеником. До конца жизни он сохранил любовь и признательность к Оригену, говорил, что слово Божие. Он знает, как сам Бог, и умеет объяснить его так людям, как люди могут это понять. Там, проводя жизнь в молитве и изучении священных истин, Григорий направил свою жизнь по-настоящему и до конца на путь угождения Господу. Ему завидовали многие. И однажды некая блудница, желая опорочить его имя, на улице превселюдно стала кричать, что она была с ним, а он не заплатил, обещал дать деньги позже. Собрались люди, Григорий говорил ей, что она ошибается, это не он. Однако она кричала, что это ты, ты обещал мне деньги за оказанные мною тебе услуги. А теперь не хочешь давать. На этом позорище друг Григория дал ей некую сумму денег, и как только она взяла их в руки, упал, объяснуясь. Григорий помолился за нее и бес оставил эту женщину. Григорий чудотворец был очень интересно рукоположен в епископы. Один из духовных пастырей, видя его таланты, его ревность о Господе, его чистую душу, хотел, чтобы он был епископом тоже. Однако Григорий, чувствуя духом, что его хотят поставить на высокую степень церковной службы, убежал из города. Тогда тот епископ, который хотел этого, стал молиться за Григория и просил Бога, чтобы Господь заочно совершил хиротонию над Григорием. И это совершилось. Григорий почувствовал, что Господь облег его духовной властью, вернулся, над ним были совершены всезаконные богослужебные действия, и таким образом он взял в руки паству Неокесарии. Когда паству эту он принял, то в ней было всего лишь 17 христиан. Когда он умирал, в ней оставалось всего лишь 17 язычников. Жизнь описывает множество чудес, которые совершил Григорий, поскольку, повторяю, вера его, сопровождаемая исцелениями, чудесами и знаменями, обращала могущественно народ ко Христу Иисусу. Мы любим святых не за то, что они молятся о нас, или дают нам здравие, или совершают чудеса. Мы любим святых за то, что они есть, в первую очередь. Мы видим, что они прожили свою жизнь умнее, глубже, справедливее и красивее, чем это получается у нас. Подвиги святых, их дела вдохновляют нас, ободряют, помогают нам жить. За это мы им благодарны. А сегодня Григорий, в соответствии со своим именем, напоминает нам о том, что нельзя спать. Нужно бодрствовать над душою своею и исправляться день ото дня. Кроме носящих это красивое имя Григорий, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Никона, Сергия и Лазаря. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова